всем привет в конце августа приобрел вот такого китайца это называется xytlx приобретал новому официального дилера почему пожалел что купила расскажу в конце ролика а сейчас немножко расскажу о машине все сколько цена все что в ней есть принципе начнем с комплектации и так ты приходишь в салон говоришь хочу вот это xytlx какие комплектации те говорят фиг только одна комплектация в которых все есть никакого развода как других марках там даже я буду сравнивать скорее все узкие компании когда ты приходишь и начинается от такой цены и ты получаешь если добавишь подъемник добавишь там литой диск один какой-нибудь запаску ли что-то и плюс 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 нет здесь такого нет ты получаешь просто машину в которой в принципе есть то что есть сейчас я покажу что есть и сразу наверное стоит обозначить цену данного автомобиля даже нет я думаю многие согласятся со на что цена это за сколько вы ее покупаете это совсем разные вещи могут быть особенно сейчас и так цена на данный автомобиль по моему в разных салон я так и не понял честно говоря кто-то говорит три миллиона кто-то говорит 3300 в итоге я ее купил за 2 миллиона четыреста восемьдесят тысяч до покупка была дешевле цены и еще искал по многим салонам в итоге нашел вот данный автомобиль у официального дилера и мне сразу сказали что автомобиль задоплен на нем есть тонировка нам не на нем есть сетка в радиаторы пленка на капот пленка на фары что там еще то было антикор сделан под нищу сигналка с автозапуском коврики салон багажник и ты такой ну блин сейчас опять цена увеличится и самый главный ответ это все в подарок подарок тот еще помнишь что что-то в автосалонах дарят в подарок они как сейчас приходишь в ту же киеве сеточка в радиатор плюс полтинник а теперь самый главный удар взял я еще раз повторюсь 2 миллиона четыреста восемьдесят тысяч взял ее в кредит мне пришлось делать касках но я думаю есть в кредит берете в любом случае вы делаете каской то около 80 тысяч мне стоило плюс гэп страхования да навязали и без него никак ну хорошо сто тысяч она платится единоразово больше его продлять не надо в итоге я заплатил допом сто восемьдесят тысяч и теперь самое интересное кредит кредит на три года и за три года я переплачу двести девяносто семь рублей не тысяч а рублей это просто две шаурмы я переплачу за этот автомобиль кто-то скажу гэп страхования поверьте 100 тысяч гэп страхования это еще пол беды когда мы заходили в автосалон лада нам на ларгус говорили страхование жизни 200 тысяч и это все в тело кредита надо было положить поэтому 100 тысяч и три года без переплаты я считаю 297 рублей это просто ну для машины вообще не надо учитывать просто на три года в рассрочку поэтому можно сравнивать наверное говорить все таки что цена данном автомобиле 2480 по факту потому что в любом случае если вы берете в кредит вы платите каска так что он можно не учитывать вы платите какое-то страхование жизни в рамках 100 тысяч да но всегда присутствует и сразу на не скажу еще раз я покупал это в конце августа когда закрываются все там платежные кварталы в общем в общем сейчас условия могут измениться но конкретно про свой автомобиль я могу сказать два четыреста восемь тысяч три года рассрочки но я думаю вы должны понимать что в рассрочку никакой автомобиль другой вы не возьмете не китайцы возможно все китайцы возможно идут в рассрочку но например даже еще раз говорю ски и буду сравнивать киев в рассрочку вы не возьмете и я думаю что если покупать автомобиль какой-то за 2 миллиона 100 тысяч вы как раз за три года переплатите вот к этим оплатите всю сумму вот эти два с половиной миллиона поэтому наверное я буду называть два с половиной миллиона но вы должны для себя понимать что с учетом переплат по другим автомобилям цена на данный автомобиль где-то 2 100 2 200 итак начнем наверное снаружи что есть в автомобиле во первых автомобиле ни одной лампочки вообще нет везде стоят светодиоды фары светодиодные против тумана к сожалению нету реализован вот эта полоска я думаю у ки тоже она есть но это как у ки не муляж она реально светится я сейчас покажу далее стоят 19 колеса continental до 19 колеса реально тут у нас поворотники зеркалах ну я думаю для китайцев это стандарты камеры везде натыканы вот одна там камера сзади камера вот здесь видеорегистратор стоит завода штатный не знаю в подарок нет видимо входит в комплектацию от зажег я динамические поворотники спереди сзади еще раз полоска светится ночью прям красиво сзади сзади также вся светодиодная оптика смотрится отлично красиво поворотники динамические на мой взгляд фонари просто огонь для такой цены опять же вот эта полоска по сравнению ски это не муляж а реально светодиодная полоса с обеих сторон вот такие муляжи да это муляж потому что выхлоп вот он но это стальная вещь как ни странно не пластик естественно везде парктроники почему-то здесь углубленный парктроник здесь вот такой но не важно камеры все в общем есть что нужно в автомобиле до единственного автомобиля не было брызговиков но я их купил на алиэкспрессе за полторы тысячи комплект в течение двух дней или трех они были уже у меня вообще не проблема встают на штатные места честно говоря нет времени все это делать и багажник ну соответственно все это же китаец с электроприводом у нас до сразу скажу багажник малый захламлен все отлично сразу успел захламить так что все отлично но для моих целей багажник в принципе доступны нас достойно сиденья складываются объем увеличивается тут соответственно еще одна камера так у нас сейчас влажно надо протереть светодиодная подсветка номера в общем принципе достойно по этой цене ну чё наверное взглянем салон до сразу стоит отметить стеклопакет сейчас фокус тут два стекла триплекс как на лобовом склеены не знаю для чего это сделано но шумоизоляция у нее достойная не знаю чем связать шумку с тем возможно что мне и за шумели еще чуть-чуть антикором каким-то но тем не менее едешь комфортно по сравнению с киеве рио там вообще нельзя сравнивать и погнали наверное салон естественно кожаные сидения не надо писать что это не кожа ни у одной машины сейчас не кожа по хорошему электропривод передних сидений передних обоих сидений не как там у других делают здесь электро там мучайся подогрев сидений соответственно здесь подогрев сидений соответственно там задний ряд сидений смотрите место я ростом метр восемьдесят пять восемьдесят шесть по моему где-то так уже давно не мерил и тут место до хрена чтоб сесть за мной тут естественно все есть климат тут зарядки подогрев еще раз сидений за них какая-то полочки непонятны ну ладно тут у нас колонка колонка молодцы просто подстаканники в общем все что надо есть везде этот exit есть тут у нас всегда будет чистота потому что двери полностью закрывают о как хлопнул двери легко закрываются да в курсе что ключ у меня все нормально короче везде будет чистота ладно погнали дальше что тут по салону стеклоподъемники все естественно электропривод зеркал складывание здесь у нас видно нет динамическая подсветочка она идет по всему салону менять цвет можно из компьютера до стекла с автоподъемом с автоопусканием никто не заморачивается здесь таким чтобы разные комплектации еще раз давить все сделали количество динамиков считать наверное тут нет смысла тут динамик тут динамик тут динамик там динамик ну короче запихали везде как по максимуму а теперь самая приятная приборка тут решили не ставить никаких аналоговых приборок и поставили просто большой длинный планшет который середина машины больше чем середина машины просто пять с плюсом ребят достали эти приборки причем стоимость этой приборки этих двух компьютеров ну копеечные планшеты эти стоит а вот стоимость аналоговых приборов где эти стрелочки дороже дороже чем этого поэтому китайцы реально решили по той технологии пойти что дешевле и круче все отлично вся обивка салона вот эти строчки все это мягкое не знаю будет видно смотрите мягкая прям проваливается это мягкая все мягкая мягонько естественно везде тут кожа и так наверное заведем смотрите кстати в мелочах нажимаем кнопочку красненькая горит зажигание включилась и мы можем сколько угодно нажимать а вот когда мы нажмем педальку тормоза зелененький значит можно заводить мелочь но приятно приборка вот так выглядит менять можно три варианта есть можно и поставить с обычными спидометрами я пока поставил такую мне так больше нравится пробег сейчас у машины те он тут 1208 скажем так обкатал немножко и по факту что у нас тут есть у нас тут есть стандартно стандартное давление в шинах реализовано клево кстати тут у нас эта музыка если я включу будет здесь показываться дублироваться здесь это слепые зоны автомобиля да они в зеркалах также представлены если повороте включили здесь будет вибрировать пищать моргать что перестраиваться не надо так вот это прикольная кстати вещь предупреждение насколько я понял она показывает бензин что закончился и расшифровывает кода ошибок то есть у вас если чек загорелся чек где-то горит тут но здесь расшифровывается ошибка молодцы и наверное на этом все здесь тут соответственно когда стоишь машинка появляется можно смотреть круговой обзор как угодно так так там я еще честно говоря не знаю где как но 3d мне больше нравится причем насколько я понял от руля тоже зависит она крутится так что у нас здесь тут режим у нас вождение коробки это музыка это как раз включение если вам в ручном режиме надо включить да ну аварийка парктроник звук нужен не нужен не нужен помощь при спуске с горы пустая кнопка еще раз повторюсь это чисто для китайского рынка у них там комплектации естественно намного выше но я думаю для россии тут достаточно подогрев ну ладно подогрев это у нас подогрев заднего стекла подогрев зеркал и подогрев лобового не знаю будет видно не будет ну в общем тут везде нитки стоят все это есть климат двух зон и реализован когда синхронизируем климат между собой здесь часы их можно настраивать внешний вид если мы крутанем вот все не синхронизован синхронизировали пошли пошли часы достойно смотреть подогрев сидений и нажимаем и бам но включился да это надо выключить включаем саму приборку музыку выключаем и это уже настройка климата я даже честно говоря не значу показывать в этой машине я пока несли не слишком с ней знаком мне пока все нравится кнопки все есть подогрев руля и меняет цвет мелочь но опять же приятно очень приятно коробка никакой этой фигни уже нет да тут стоит вариатор и многие сейчас скажут вариатор это полная лажа сразу скажу мотор здесь полтора литра турбовый 150 почти лошадей кто скажет фигня самая нюанс гарантия на мотор на коробку на всю электрику пять лет или 150 тысяч пробегом как принципе есть на какие-то элементы меньше гарантия а на какие-то и больше на какие-то и 7 лет и 200 тысяч я там еще не изучал инструкции я посмотрю что электрика электроника вся идет пять лет меня это устроило я не знаю кто-то сейчас может сказать да это китаец ребят посмотрите в свою риу посмотрите в свои машины там все из китая все уже давно китайская вот эти реализованы как в старом немцы только там кнопочки были не попадаю я еще говорю не изучал авто поставить и пусть дует естественно панорама есть кстати открывать можно панораму закрывать окна можно голосовым помощником говоришь ей там привет exit я вас слушаю открой шторку панорамы и вот она ее открывает так же можно все здесь голосом приятно очень приятно но соответственно беспроводные зарядки все это вот здесь расположено да тут у нас юсб прикуриватели первое что я подумал можно забыть телефон нет не можно глушишь машину он подает сигнал что телефончик то у вас там остался опять же все все электронные с ручника если снимаем все подсказывает по настройкам тоже много чего всего есть контроль веревка направление задней дверью я не ладил можно на сколько градусов смарт открытия что это а это когда подходишь сзади она сама открывается беспроводная зарядка настройка в общем тут лазить надо но атмосферная подсветка а вот как раз цвет менять синий стоит фиолетовый и пусть и не будет короче а вот выбор тема как раз тема тема вот поменяем на красную и вот такая нет тут все бронзовая кстати есть поэтому скорее всего вот эта тема ей подходит больше бронзовенькая нет ладно синенькая мне зашла больше да есть какой-то навигатор я не хочу пользоваться честно говоря даже не пробовал естественно тут все телефону привязаться музыку ну все что вы можете найти в китайских там планшетах и здесь все это есть да есть видеорегистратор еще раз как я его штатный который только надо купить карту памяти сейчас он подключается потому что он не на проводах он по вай-фаю можно на фотоальбом зайти он пишет постоянно когда работает машина мы остановим где тут нет ни на то нажал вот альбом вот все что сейчас зажигание было включено он все записывал можно посмотреть а это вчера вчерашняя моя поездка видимо короче спасибо ребят регистратор покупать не надо если вы купили данный автомобиль ну чё будем загляни под капот и наверно будем заканчивать и так как вот открывается он стандартно вот здесь но раз он подскочил и второй раз открыли его никаких там этих никаких железочек снизу искать не надо подошли даже отсюда и подняли гидроупоры штатно никакой фигни а тут мы видим пластик это называется не хрен сюда лезть горловина заливной этой не замерзайте и все вам больше здесь ничего не надо приезжайте только обслуживайте и все сюда не стоит лезть здесь эти есть можно грибы сушить или яблоки бардачок приемлемого размера большой захламлен естественно и это первая часть микролифт есть захламить это самое главное здесь у нас подлокотник да это открывается здесь подстаканники не нужно нафиг их туда и вот большой подстаканник здесь охлаждение поставил бутылочку водички естественно да я охлаждаешь ее я так прошу это все убирается снимается здесь глубокий ящик до пачкается это все конечно на ура я заказал еще раз пленку с алиэкспресса к сожалению это уже пленка идет долго но придет я сразу все это обклею чтобы не пачкалось не царапалось все это прожило еще долго всяких фишках наверно можно будет долго раз рассказывать круиз элементы все это есть там есть датчик света датчик дождя это наверно для них даже было бы позором не поставить свой автомобиль это здесь все это естественно есть и так название моего видео я пожалел что купил данный автомобиль автомобиль и могу сказать почему я жалею только об одной вещи что не купил его раньше ребят вот просто честно реально жалею я никому не говорю что надо бежать покупать данный автомобиль сейчас скажут вот у тебя сговор с компанией да хрен с ними договоришься у них и так такие условия что реально жалею что не купил данный автомобиль раньше потому что сейчас пойдете покупать кирио в максималке вы ее купите там за 2 наверное миллиона плюс вам навешивают вот все эти допы если взять которые здесь есть это будет там 2 200 2 300 а будет у вас такой экранчик здесь маленький но он будет светодиодные фонари задние которые вам будет менеджер гайда фонари 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 здесь не продается даже про фонари не говорил потому что это просто само собой разумеющийся для китайца видимо уже плюс вы его возьмете в кредит и получится он у него у вас наверно к трем миллионам и зашибись стоит ли я считаю нет ну сейчас люди скажут что да это китаец он будет ломаться ну будет может быть я не знаю пока тысячи километров я проехал ничего не сломалось знаю что киев сейчас ломается да к сожалению ломается а самое печальное что если вы на киев будете на гарантии вы не сможете что часть каких-то элементов поменять по гарантии потому что их тупо нет параллельный импорт сейчас работает но официальным дилером параллельный импорт никакого отношения не имеют и как я думаю вы помните например новая рио 4 обладает некоторыми недостатками которых не было в третьей рио то есть чем новее тем хуже я уже много говорю что это лопаются шланги тормозные при движении задний стоп-сигнал плавится что там у них а сейчас начали отстреливать коробки автомат просто они ну это просто ужас блин короче ладно теки это свой бренд ну короче ладно не будем я думаю что при выборе если выбирать там какой-нибудь селтас при цене примерно такой же как этот я не знаю зачем выбирать киев просто честно насколько моя любовь киев прям вот уже сильно скажем так но вот когда купил этот автомобиль я понял что надо идти в век за технологиями это новые предложения я думаю вот эти все рассрочки по кредитам они не столь долговечны сейчас всякие бренды как многие уже видели тойота начали уходить и что останется киа но со своими заоблачными ценами на их автомобиле цена так такая не должна быть рио не может стоить миллион шестьсот миллион семьсот там ничего такого нету я думаю многие следят за моим каналом видели что моя рио за три года поменен мотор поменен два раза катализатор померен мозги электроусилителя там шланг тормозной задний стоп-сигнал о качестве не будем говорить киев поэтому и здесь нет смысла говорить о качестве надо сначала их обкатать на данный момент я не вижу конкурентов данному автомобилю в данной ценовой категории из так скажем сейчас еще раз говорю при выборе какой-то другой машине надо открыть газетку на странице благоразумие и выбрать что-то что-то но выбор конечно за вами можете в комментариях написать что угодно сказать как вы относитесь к данному автомобилю что вы думаете когда он сломается естественно первая поломка в нем я ее опишу скажу что не так выложу видео буду скажем так вести этот журнал по данному автомобилю но пока 1200 проблем никаких нету и посмотрим что будет напишите в комментариях что вы думаете о данном автомобиле ну а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге